В жизни православного христианина есть немало разного рода запретов. Как это уживается с понятием христианской свободы и, главное, ради чего все эти нельзя? Зачем они нужны? Ну, когда вы станете родителями, или если вы уже родители, наверное, вам станет понятно, зачем вашим детям нужны запреты. Для того, чтобы они не повредились, не приобрели какие-то плохие привычки, не увлеклись чем-то, из-за чего они полезные дела какие-то типа домашнего задания, домашней работы не делают. Запрещают лишний раз сидеть в компьютере, слишком долго планшетом пользоваться, брать в спички опасные предметы в руки, входить в плохую компанию. Потому что у родителей есть какие-то воспитательные цели, задачи. Они хотят хорошие вещи в человека насадить, а от плохих вещей его оградить. Ну, или если не могут оградить, хотя бы научиться их распознавать и им противостоять, что тоже немаловажно. То же самое и христианин. Он ставит перед собой духовные задачи. И для него главный приоритет это, чтобы он был поближе с Богом, и связь с Богом не прерывалась. Когда мы совершаем грехи, связь с Богом прерывается. У кого-то может быть духовная ешечка, а у кого-то ЛТЕшечка, если аналогию с интернетом проводить. Эту связь надо поддерживать, надо заботиться о ней. Ведь член церкви это не просто человек, который своим телом присутствует в церкви, не просто крещенный христианин. Это человек, который на связи с Богом. Дух Святой сходил на людей, когда апостолы их крестили, и таким образом Бог в них пребывал. И эта божественная сила поддерживала связь и с Богом, и через Бога с другими членами церкви. Но если ты грешишь, благодать-то это улетучивается, и связь-то это прерывается. И что делать? Вот для этого есть исповедь, причастие, соблюдение заповедей, работа над собой, борьба со страстями. Это целый комплекс вещей, которые позволяют тебе эту связь с Богом поддерживать. Вместе с присутствием Бога в твоей жизни, ты становишься счастливее, добрее, светлее. Больше чудес в твоей жизни происходит. Бог тебя любит, Он тебе хочет помочь, но если ты не заботишься о поддержании присутствия Бога в своей жизни, ты Ему связываешь руки, Он не может, вопреки твоей свободе и воле, вмешиваться так плотно в твою жизнь. А если ты, наоборот, стараешься с Богом жить и зовешь Его, и призываешь Его помощь, то тут начинаются самые настоящие чудеса. Даже если ты хочешь быть успешным человеком, от трудов которого будет больше толку, все равно вот это присутствие Божие будет тебе полезно. Потому что одно дело своими немощными силами барахтаться в этом мире, а другое дело действовать силой Божьей. И вот христиане это все умеют делать. Это путь к настоящему счастью, о котором знали наши предки, но о котором мы сейчас почему-то стараемся заново узнать и изобрести велосипед. А все уже давным-давно открыто. Душа у человека такая же, Бог такой же. Все две тысячи лет и даже больше тысяч лет все это продолжается, и духовные закономерности работают одинаково. Осталось их только для себя открыть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.